Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и в рубрику невроза мегаполиса. Я хочу представить вашему вниманию разбор кейса пациента с обсессинно-компульсивным расстройством, проще говоря с ОКР. Пациент жалуется на страх причинить вред, сойти с ума, потерять над собой контроль. Пациент проходил психотерапию в США, которая была для него очень интересна, и вы можете увидеть в этом кейсе, как фундаментально выглядит психотерапия и когнитивно-поведенческая, и моя личная. В общем, это фрагмент точки роста, это фрагмент анонимного кейса. Если вы хотите фундаментально разобраться в ОКР, в методике, в ошибках, досмотрите этот кейс до конца, и я уверен, ваши вопросы во многом закончатся. Я желаю вам очень хорошего внимания. Когда будете смотреть, обязательно ставьте на паузу, что-то для себя записывайте. Мы не просто так выкладываем эти фрагменты, потому что они действительно терапевтически очень важны. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса, и добро пожаловать в Школу Эмоционального Интеллекта. С 20 мая у нас начинается 14 сезон. Если ты хочешь научиться управлять своими эмоциями, справиться с невротическими расстройствами, я жду тебя на занятиях. Ссылка на регистрацию в описании видео. До встречи. Давайте начнем не с самого простого, а с достаточно, я так понимаю, непростого. Давайте с ОКР начнем, потому что мы, в принципе, на сезоне ОКР упоминали, но я думаю, что детализировать ОКР было бы неплохо. Влад, ОКР не получается убрать навязчивости, как только проработал одну, она сменяется на другую, чего я не вижу. Пожалуйста, Влад, позвоните мне. Начал хорошо, давай, продолжай. Алло. Влад, привет. Начал хорошо, давай, продолжай. Влад, выключай трансляцию, ты сейчас будешь фонить. Выключаю. Супер. Вот сейчас хорошо. Секундочку, Леш. Слышите меня нормально? Слышу хорошо, да. Супер. Так, я вас не вижу, вы меня как? Я вас вижу, все отлично. Ну, прекрасно. Забыл я кое-что. Забыл я ручечку свою, любимую. Ребята, простите, пожалуйста. Спокойно. Так. Ну, привет, еще раз. Сразу-сразу вопрос. Мы знакомы вообще? Нет. На каком сезоне ты был? Давай на ты, хорошо? Я был на последнем, на тринадцатом. На последнем, на тринадцатом. Понятно. Ну, давай. ОКР не получается убрать навязчивости, как только проработало одно, на место сменяется другого. Сколько тебе лет, когда началось, как развивалось? Тридцать три года. Началось примерно, я думаю, лет девять назад, когда я в Америку переехал на постоянное место жительства. Давай еще раз. Сколько лет? Тридцать три. Возраст Христа, да, у нас здесь? Да. Красавчик. Тридцать три года. Когда стал отмечать начало какой-то проблемы? Леш, честно, я думаю, это было лет девять назад. Началось то, что вот я курнул правую. Куда ты ушел? Вернись к микрофону. Девять лет назад все началось. А что ты там бегаешь, суетишься? Ты можешь сесть спокойно? А, да, сижу вроде нормально перед телефоном. Супер. Тридцать три года. Девять лет назад я что-то услышал про траву. Да, с ребятами покурил травы и как-то начался сосредоточиться на том, как у меня сердце начало быстро биться. И как бы началось у меня такое тревожное состояние, потому что что-то с сердцем происходит. Я, значит, пошел его проверил быстренько. Все хорошо с сердцем у меня. И оно прошло. Потом опять появилось где-то через года два. Потом опять прошло. Потом эти все телесные симптомы ушли. Как бы я уже понял, что в сердце у меня все хорошо, проблем там никаких нет. И начались мысли. Навязчивые. Какие? Первое, что меня сильно тревожило, это было. Я смотрел «Криминальную Россию». Там какая-то была передача про серийных убийц. Я подумал, боже, может, это я вдруг возьму, кого-то зарежу, потом себя зарежу, жену зарежу, собаку зарежу. Так он. Где-то это был месяц. Эти мысли держались. Я сходил тут к психотерапевту. Я в Америке живу сейчас. Он как бы мне рассказал там про exposure-responsive prevention therapy. Убрались эти мысли. Я поясню нашим зрителям. Это экспозиционная терапия, где человек контактирует с объектом страха. Да. Проработали мы этот момент. Мысли эти ушли. Я подумал, что все, все замечательно, все закончилось. И вот как бы такой самый серьезный эпизод был в том году. Месяц апрель был. Мы начали искать новый дом с женой. И у меня дедушка умер от рака. И потом сразу бабушка умерла через два месяца после этого. И меня вот, как ты говоришь, накрыло. Прям по полной накрыло. Что значит накрыло? Начали, я прочитал. Читал сводку новостей и увидел, что Энтони Бурдейн покончил жизнь самоубийством. У меня прошла мысль в голове. Вот так и ты закончишь. И эту мысль. Тревога была жесткая. Прям 10 с 10. Я не кушать не мог. Месяц примерно ничего не мог. Вернулся к этому психотерапевту, с которым я прорабатывал мысли сначала. Он опять же мне говорит, надо делать все так, как ты делал. Мы с ним поработали там месяца два-три. Оно как бы на процентов 30 мне стало лучше. Но так полностью и не ушло. Это был американский специалист? Да, да, да. А расскажи, как ты работал. Ты работал с концепцией того, что ты не сопротивляешься с мыслями, мыслям, а ты с ними контактируешь. И ты их немного даже драматизируешь и смеешься. Да, он мне сказал, вот ты боишься. Я говорю, чего ты боишься? Как ты покончишь жизнь саму бис? Я говорю, у меня как бы концептов выстроенных нет. Ну вот, наверное, зарежу себя. Он говорит, окей, пойди разложи ножи и сиди с ними. Я прям сначала разложил, а потом пошел, купил нож карманный. И вот прям с ножом ходил везде. Спать там ложился, ложил его возле себя. Оно прошло. Потом я снова опять закончил с ним встречаться, с этим психотерапевтом. И оно так у меня возвращается. То он увернутся эти мысли, то они уйдут на тревогу. Больше терапевтом вы ничем не занимались на сессии, кроме как экспозиционным тренингом? Нет, только этим. А почему? Только этим. Ну, такой терапевт. Нет, он молодец. Как бы технология выдержана очень хорошо. И ты молодец, что ты ее выдерживал. Потому что огромное количество ребят с УКР, они боятся контактировать с ножами. То есть, ты в этом смысле очень мотивационный. То есть, когда, понимаешь, когда человек приходит и говорит, я боюсь ножей, я боюсь балконов, я боюсь лифтов, я боюсь мыслей. Вся терапевтическая фишка, да, именно с этим, это наоборот с этим контактировать. Разложить ножи, спать с ножами, прикасаться к ножам, прикасаться к этому. И ежедневно не сопротивляться мыслям, с ними юморить, да, и подружиться с этим объектом фобии, грубо говоря. Да. Это прекрасно. И терапия здесь экспозиционная очень помогает. Но проблема в том, и в интернете ты видишь, и ребята видят эти выдержки в Инстаграме, в Ютубе. Проблема в том, что большинство специалистов, они проходят именно подготовку по локально вот этой части. И в принципе здесь не нужно, ну, как бы это любой человек может, освоив, да, любой человек может в принципе с опытом помочь человеку с ОКР, там, объяснив ему, что такое экспозиционный тренинг. Но в ОКР есть база. И вот, как тебя зовут, прости? Влад. Влад. Влад, и вот, судя по всему, первое, что бросается в глаза, что всё это время не трогается основа. Да. Поэтому у тебя, ты какие-то обсессии и какие-то вещи ты справился, доказав себе безопасность, доказав себе абсурдность. Твой мозг этот рефлекс разорвал. Твой мозг, помнишь, по принципу стимула реакция подкрепления, ты не подкрепляешь, наоборот, парадоксально провоцируешь, стимул рвётся. А вот основу напряжения ты не трогаешь. Давай тогда дальше расскажи, пожалуйста. Вы переезжаете в новый дом, ты слышишь про суицид, и ты начинаешь бояться, что ты тоже так закончишь. Да, потом я уже начал смотреть сезон, и там на втором занятии, мне, по-моему, кажется, ты говорил, что надо прописать, когда первые симптомы появились, и надо смотреть, что там изменилось за три или четыре месяца до этого. Да. Как бы я видел, такая закономерность у меня была, что я вот работал на работе какой-то одной сначала, потом у меня вот пришли симптомы, я работу сменил, они ушли, потом я её опять сменил. То есть я постоянно менял работу, потому что я думал, что вот эта работа не... Расскажи мне, пожалуйста, про вот этот небольшой алгоритм. Какие симптомы пришли, что сменил, что ушло, и потом опять пришло? Вот кардиофобические вот эти такие навязчивости, которые у меня были, пришли на работе, я только как начал тут, сначала работал там в отеле на плохой работе, что-то оно меня так подкапывало, что вот я там дома, учился на отлично, был там третьим в университете, а тут я работаю, как бы работает знак бурына в стране. Вот эго меня задевало, эго сильно. Я как бы понимал, что мне надо начать отсюда, снизу, и потом уже пробиваться дальше по ступенькам. Ушёл с одной работы, я как бы там отдохнул недельку, оно у меня всё закончилось, пошёл на вторую работу, пробился там в менеджеры, всё было хорошо, потом опять меня накрыло, опять я ушёл на новую работу. Что значит накрыло, подожди, что значит накрыло, когда ты пробился в менеджеры? Симптомы у меня возвращаются в тот момент, когда я уже чувствую, что я как бы почти ничего не делаю, платят мне нормально, ничего себе не отказывают. Влад, симптомы у тебя возвращаются, когда ты сам обесцениваешь то, что ты делаешь, запомни это. Окей. Как ты обесценил работу менеджера? Ну, я когда начал, я делал всё, у меня была мотивация к работе, показать людям, что вот я могу это и могу то, а потом, когда меня уже повысили, надавали мне там кучу ассистентов, которые каждый там делал, что я ему скажу, а я просто прихожу на работу, сажусь и сижу, вот посидел там 6-5-7 часов, и шёл домой. Что ты об этом думал? Лёш, честно, до сих пор у меня такая ситуация на новой работе, меня сейчас повысили, я замначально... Ты меня не слышишь, замначальника. Что ты думал о себе, когда тебе дали помощников, когда ты был менеджером? Ну, что хорошо, добился на этой работе всего, что мог. И? И вот просто прихожу, и мне платят за то, что я прихожу, и делать особо не надо ничего. Могу дома посидеть, из дому поработать, могу туда прийти и там поработать, и как бы не надо напрягаться. И о чём это говорит, если вот такая всё расслабленная ситуация? Скорее всего, о том, что я там как бы и не нужен, по большому счёту. Вот могут прийти, посмотреть, сидит, ничего не делает, там сидит, новости читает на работе. И если так случится, то что? Выгонят. И что? Ты будешь о себе думать, если выгонят? Обидно будет, наверное. Что ещё обидно? Ну вот у меня как бы, что люди подумают? Выгонят с работы сейчас, что подумают люди? Сейчас опять начнётся поиск новой работы, начинать опять с низов, пробиваться по лестнице служебной. А хочется быть, чтобы, знаешь, лучше, чем у всех. Я себя постоянно сравниваю с друзьями, с которыми я сюда приехал. Вот вместо того, чтобы там порадоваться кому-то успехом каким-то, там вот чувак там новую машину купил и на работе там ему повышение дали. У меня первое это не порадоваться, а первое это сравнить сразу. Вот ты тут, а я тут. И надо как бы, знаешь, планочку подогнать, чтобы повыше, чем все были. А если сейчас меня с работы выгонят, я сразу упал вот в низы списков. И что это значит? Ну не годин какой-то, знаешь, не удачник, чмо какое-то полное. Видимо, это такого о себе мнения. Ну да. А что ты думаешь о людях, которые убили ножами своих близких или покончили с собой? Ну слабаки, слабые люди. Не находишь закономерность? Ну вижу сейчас, как тебе вот рассказываю. Какую? Сама оценка низкая. Мне кажется, что я вот слабый. Я тебя не про это спросил. Я тебе задал сейчас вопрос. Что ты думаешь о себе? И ты сказал, что если меня выгонят, я буду вот каким-то... Ну негодным и слабым. Негодным и слабым. А потом я тебе задал вопрос. А что ты думаешь о людях, которые взяли ножи, убили там кого-то и покончили с собой? То же самое примерно. Ты не видишь, что это одинаковая оценка? Да. Значит, получается, чего ты боишься всю жизнь? Стать слабым и негодным и убить себя в конце из-за этого. Дело даже не в убить себя. Первую фразу повтори. Стать слабым и негодным. И ты понимаешь, что ты просто себе придумываешь материализацию этого. Под названием «Как я стану слабым и негодным?» Да. Да, так оно и есть. И как ты любишь фантазировать? Как ты станешь слабым и неугодным? Ну в любой ситуации. Я даже вот занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Я прихожу в зал, я там прям работаю, пока у меня глаза не вылезут. Потому что мне хочется всегда быть лучше всех. Если я там 4 дня-то занимался в неделю, это мало. Мало. Потому что есть кто-то, кто занимается там 5 дней. И мне вот там, знаешь, вот подумай, вот 3 дня пришел вместо 5 или 6. Или на работе там сидит, ничего не делает. Я постоянно вот... Я не вижу позитива в том, что я делаю. Я не вижу успехов в том, что я добиваюсь. Я постоянно докапываюсь до каких-то мелочей, которые доказывают то, что я вот не настолько хорош, насколько бы мне хотелось. Стоп. Что ты сейчас об этом думаешь? О том, что я не настолько хорош, как бы мне хотелось? Да. Вот эта планка хорошая у меня, ну, очень высокая. Это еще с детства идет. Это я прекрасно понимаю, что это у тебя с детства идет. Я поэтому здесь и сижу. Потому что в этом и есть вся твоя беда. Потому что это не планка, это бесконечность. Ты думал, что у тебя там планка. Ее там нет вообще. Конечно. В этом и есть вся твоя фатальная ошибка. Ты думал, что у тебя там планка, просто надо поднапрячься. А проблема в том, что как бы ты ни напрягался, ты эту планку не достигнешь, уж ее нет. И какие бы ты результаты ни делал, четыре тренировки, пять, менеджер, хуенеджер, я не знаю, там, феррари, не феррари, у тебя все время будет недостаточно. Да, да, так оно и есть. Я вот новую машину, машины меняю каждый год, купил машину, порадовался 17 минут, еду домой с дилерской на новой машине, и как-то думаю, счастья вроде нет в этом. Оказалось, что хотел. Что ты сейчас думаешь о том, что я тебе сказал? Я никогда не достигнул того, что мне как бы вот этой планки, если нет, значит, что бы я ни делал, я ее не достану. Надо как-то вот придумать эту планку, опустить ее пониже, что ли. Подожди, не суетись. Еще раз, что бы я ни делал, продолжи. Что бы я ни делал, я не достигнув той степени нормальности или того, чего я хочу. Степени идеала? Да. Перед кем? Ну, перед родителями и друзьями. В первую очередь перед родителями. Это сто процентов. Значит, первое. Что бы я ни делал, я никогда не достигну идеала перед родителями. Ты что об этом думаешь? Ну, я понимаю, что это как бы неважно. Мы даже вместе уже не живем. Но все равно есть такое, знаешь, что позвоню родителям раз в неделю на скайпе и уже даже перестал рассказывать, что у меня происходит. Ну, что я им не расскажу, чтобы, знаешь, так папа посмотрит на меня, как он смотрел на меня, где-то, когда мне было лет 8-7, когда я со школы приходил, так посмотрел, знаешь, ну, ладно, и хорошо. И ушел куда-то там по своим делам. А маме мало. Маме не то, что недостаточно, а мало. Постоянно мало. Понимаешь? Вот что там, как там, хорошо. Окей, а надо еще вот это сделать. А надо еще вот это. Вот я поэтому, если честно, в Америку и уехал. Я уже не мог, не выдерживал вот это постоянно, что мало было всего, знаешь. Кажется, делаешь все, что в моих силах, а домой приходишь, и всего мало. А я сижу дома и думаю, ну, как так мало, если бы другие дети с такими там успехами со школы приходили, их бы там не то, что по голове гладили, они бы там, знаешь, горы сдвигали перед ними. А им постоянно там все было мало. И вот это осталось у меня. Вот это мало. Друг мой, это не осталось у тебя. Это сформировало всего тебя. Хочешь, я расскажу историю про маленького мальчика? Угу. Жил-был маленький мальчик. Достаточно неплохой и добрый парень. У него он родился в семье специфических людей. Специфическая мама, специфического папа, у которых был собственный характер и собственные какие-то ценности, убеждения. Чтобы мальчик этот не делал, папа все время как-то не выражал особую эмпатию и все время обесценивал то, что делал сын. И сын начал думать, блин, что-то я какой-то недостаточно хороший для отца. Сын стал пытаться напрягаться, чтобы увидеть в глазах отца блеск и гордость. Но чтобы мальчик не делал этого блеска и гордости, так он и не увидел. Мама у этого мальчика тоже была специфической. Потому что ввиду своего детства и своих каких-то фиксаций, она все время пыталась придумать себе такую заебу в голову, что надо сына стимулировать к большему. А чтобы сына стимулировать к большему, надо все время, чтобы он чувствовал, что недостаточно. И вот она выбрала такую стратегию. Нет, этого недостаточно, это мало, все могут больше, ты можешь больше, ты способен на больше, этого мало, это, конечно, хорошо, но недостаточно. И в итоге этот маленький мальчик начинает понимать себя и мир через концепцию, что что бы я ни делал, это, во-первых, недостаточно и мало. И я никогда не могу получить той самой любви, похвалы и уважения от близких мне людей. Уже ближе к 14-15 годам этот маленький мальчик начинает испытывать хроническую тревогу. Потому что вся его структура пронизана историей, только бы не накосячить, только бы не упасть в грязь лицом, только бы не быть слабым, только бы не потерять уважение. И я должен постоянно добиваться каких-то новых высот, чтобы наконец-то это уважение получить, в виде блеска в глазах отца, и мама скажет, ну, наконец-то, достаточно. Время идет, напряжение растет. Этот мальчик переезжает в Соединенные Штаты. Он, в принципе, в жизни достаточно многого добился, чего не добилось огромное количество людей. Но по-прежнему блеска в глазах отца и слова «достаточно» от матери он не слышит. Хотя он уже взрослый. И тут у него возникает определенное обстоятельство. Когда он начинает в Америке работать с нуля, как я понимаю, он начинает испытывать очень сильное напряжение со словами «я должен заработать уважение». И он зарабатывает уважение. Он всю жизнь привык его зарабатывать. Причем это уважение – это такая, какая-то иллюзия. И вот у него возникает первая кардиофобия. Девять лет назад. Эта кардиофобия была сигналом к напряжению. Сначала возникло базовое напряжение, потому что в целом концепция была обречена на срыв когда-то. Потому что невозможно жить долго без слива ипохондрического и без вегетативной активности в такой парадигме под названием «я буду идеальнее себя», но это невозможно. А вот дальше этот самый человечек начинает слышать разные события в жизни. В этот момент его внутренняя тревога еще больше наполняется в концепции «я должен заслужить уважение», «я должен заслужить уважение», «я вот стал менеджером», «мне дали каких-то помощников», «значит, я не уважаю». Потому что чтобы я себя уважал и чтобы меня уважали, я должен сам и должен много. А тут как бы расслабон. Значит, меня нельзя уважать. То есть человек не смотрит объективно, что он добился статуса менеджера, ему дали помощников, может в принципе так и работать дальше. Он говорит «нет, я говно». Он приходит на новую работу, опять зарабатывает уважение, опять зарабатывает право на любовь и право на уважение. И у него возникает еще больше страха. Он где-то услышал, где-то что-то увидел про ножи, убийства, самоубийства и так далее. И тут психика этого человека наконец-то находит базовый выход. А как я могу потерять уважение, если у меня не получается в жизни достичь планки, которая не существует? А вдруг я что сделаю сейчас? Это же я вообще уважение потеряю перед отцом и перед матерью. И они скажут «ну вот, тут не то, чтобы глаза загорятся, тут вообще все печально. А если я возьму ножи? А если я сделаю это? А если я сделаю это?» Как они обо мне подумают? Это ужасно. Только бы этого не произошло. Так формируется этого парня обсессия. С обсессией он, в принципе, успешно справляется. Как я понял. С помощью хорошей терапии. Но вот это базовое стремление достигать планки перед родителями, которые никогда не существовало, никто никогда не видел и не трогал. Потому что, чтобы ее потрогать, это надо очень четко и критично осознать. Что я делаю? Все. Весь мой день, вся моя жизнь пронизана одной схемой. Я должен заслужить уважение. И страхом, что может произойти, чтобы это уважение потерять. И мы получаем в итоге человека, который по большому счету жмет на две педали. Либо он заслуживает уважения, работая, тренируясь, работая, тренируясь. Либо он нажимает на тормоз. А вдруг я потеряю уважение вот так? А вдруг я потеряю уважение вот так? Нет, надо заработать уважение. Надо пойти на 33-ю работу. А вдруг я потеряю уважение так? А вдруг я потеряю уважение так? Вот и вся твоя жизнь. Да. Так и есть, Леша, так и есть Что ты об этом думаешь? Ну, правду ты все сказал мне только что Так оно и есть Тебе не жалко вообще себя? Мне? Да не особо, если честно То есть ты готов У меня, так знаешь, как бы жалости к себе у меня такой как бы нет Я могу там, знаешь, загоняться на работе, на тренировке, где жалко У меня не то, что жалость У меня какое-то, знаешь, иногда даже презрение есть к самому себе Вот возьму себя, сравню там с кем-то, посмотрю Подумаю, вот ты тут работаешь 10 лет А вот он там приехал 4 года назад И посмотри, что у тебя есть, а что у него есть У меня вот больше не жалость А больше как бы вот такое, знаешь, как с презрением Постоянно с какой-то такой докопкой Ты понимаешь, что ты сейчас мне говоришь? Что ты говоришь себе У меня любовь к себе на нуле Да Я считаю, что я по определению говно Которое должно зарабатывать право на существование Да А ты можешь посмотреть реальности вокруг И посмотреть, чего ты добился? Я-то посмотреть могу, но я этого не вижу Мне это все говорят, мне жена говорит Что ты, что ты говорит себе мозги ебешь постоянно А ты не можешь этого увидеть А я не могу этого увидеть Я как бы это все понимаю, знаешь, теоретически Что вот все у меня, вот все Можно просто вот расслабиться Ты, кстати, очень похож на одного миллиардера Это не ты? Нет, не миллиардарь еще пока, нет К сожалению Судя по всему, все впереди Но тут надо тебя подлечить Смотри, ты этого не видишь Потому что у тебя нету планки Которая может сказать Да, Влад, молодец У тебя этого не существует Ты просто в гроб прибежишь, понимаешь? У меня так и есть, что я себя загонял на работе В ходе того, что уже не мог работать И все, значит, вымышленный отпуск У меня нету Хорошо, у меня к тебе вопрос Ты можешь мне сейчас своими словами объяснить Что ты понял в частности Базой образования симптоматики обсессивной? Ну, когда у меня вот накапливается вот этот конфликт такой Конкретней, конкретней словами Без это какой-то и кроет Конкретней Когда у меня Когда у меня Когда я вижу Что даже если когда я там проработал на работе Я уже там менеджер и вижу Что больше там мне делать Как бы некуда больше выше идти У меня включается вот это недостаточно Давай чуть по-другому Когда я сам себя Давай, продолжи Когда я сам себя накручиваю тем, что я уже больше не могу расти И достичь этой бесконечной планки идеальности У меня начинает вот это напряжение просто стремиться ввысь Туда, где к этой планке Дальше И вот в эти моменты Как бы вот эта тревога Она манифестирует себя разными симптомами То ли у меня там навязчивости, обсессии появляются А как она манифестирует? Ну через мои навязчивые мысли Конкретно Абсессии там вот убью себя Или вот там сердце у тебя заспучало А почему именно эти абссессии? Почему именно такие абссессии? Почему не абссессии? Это самое страшное, что может случиться Вот нет для меня Вот понимаешь? Как бы вот я там даже у меня Я пришел к тому, что вот да Окей, сердце там плохое Не уходи в сторону Еще раз Почему формируются у тебя именно такие абссессии? Потому что это вот не допусти Самое больше недопустимое, что может с человеком случиться Потому что он Вот когда ты слабый на максимум Ты просто опускаешь руки, берешь нож Втыкаешь в себя И все, на этом все закончилось И все там будут смотреть Значит твои абссессии и страшилки Это метафора чего? Метафора чего? Это метафора того, что со мной произойдет Если я не буду стремиться в эту идеальную ввысь Вот тут-то ты и ошибся Вот я чувствую, что ты не въезжаешь И ты сейчас сказал почему Ты считаешь, что твои абссессии Это страх не достигнуть идеальной ввысь А все диаметрально не так Твои абссессии Это метафора того, как ты станешь плохим Это просто фантазия о том, как ты станешь плохим для окружающих И дело не в том, что ты стремишься к идеальной ввысь А это параллельные вещи У тебя одна твоя часть стремится к недостижимому перфекционизму Обесценивая напрочь себя А другая твоя часть параллельно боится стать ничтожеством Вот как часть тебя, которая стремится к идеальному перфекционизму Она болеет утомляемостью Вегетатикой Истощением А вторая твоя часть, которая боится Стать Неуважаемым Придумывает фантазии, как я стану неуважаемым Поэтому работать над фантазиями, как я стану неуважаемым Абсолютно неэффективно То, что ты делал При всем уважении Она просто уходит и приходит обратно Понятно Ты можешь объяснить мне, почему? Потому что я не работаю с той частью, которая стремится быть идеальной И со второй частью ты тоже не работаешь? И со второй частью я тоже не работаю А вторая часть еще стремится? Доказать? Нет, точнее, что она боится? Смотри, одна стремится, другая боится Давай еще раз Часть, которая стремится, это что? Это вот эта идеальная часть, которая всегда мало и недостаточно И которая себя ненавидит Да Это первая, большой объем работы Вторая часть, которая боится Что? Стать ненужной, брошенной И фантазирует о чем? Как стать ненужной и брошенной? Да? И как она фантазирует о том, как он станет ненужным и брошенным? Ну, там заболеет Ляжет в больницу С ума сойдет Убьет себя И Так дальше И тому подобное Там много вариантов Вот ты классический пример ОКР, который не знает практически ни один психотерапевт и психиатр мира Как ты убедился? А у них высшая категория Вопрос Если бы ты был терапевтом, как бы ты лечил такого пациента? Вот у него одна часть стремится нездорова, а другая часть фантазирует и боится Ну, сначала, наверное, надо проработать ту часть, которая стремится нездорова Как бы ты ее прорабатывал? Надо научиться видеть достижения и верить в это Конкретней? Понять, что идеального не существует, в первую очередь Моего идеального Того, что я там Установки вот этой, которой всегда мало Стремиться Понять то, что Независимо, что я делаю На какой работе я бы работал Каким бы там я менеджером не был Я не достигнул той степени идеальности Которой мне хочется Или на которую у меня стоит установка Что для этого сделать еще? Мне все хочется сказать, что на работе больше надо мне вкалывать Вот я не знаю почему, мне кажется, что вот сел, расслабился, все там ассистенты работают Я там сижу, как, знаешь, как я надзиратель У тебя есть ручка под рукой? Да, да Пиши Пишу Первое Объяснить себе разницу между перфекционизмом и объективизмом Написал Здесь же Объяснить себе, что такое планка, которая никогда не существовала Объяснить себе, что такое планка, который никогда не существовала Написал Написал Второе Работать над способностью любить себя Работать над способностью любить и принимать себя Любого Любого И с поносом, и с миллионом Любого В скобочках Я имею право быть, а не заслуживать Я имею право быть, а не заслуживать Третье Успеваешь? Да Третье Прям хом-таск тебе Ну, домашка Научиться делать себе подарки Чего ты нахер не умеешь Совершенно прав Ты в этом Удивил Мне вот знаешь Знаю Подожди, не отвлекайся Я все от тебя знаю Больше, чем ты Научиться делать себе подарки Как минимум Каждую неделю С чувством любви и благодарности Самому себе Первое время будет тяжело Ты будешь думать, что ты Не достоин Новых носков Трусов Часов Кроссовок Кроссовки иди купи себе Я не знаю Часы купи себе Проблема в том, что То, что ты покупаешь Ты обесцениваешь Потому что Ты покупаешь Опять же Чтобы заслужить Давай сейчас это запишем Здесь Подарок Не чтобы доказать Уважение А подарок Чтобы просто Себя порадовать Одного Внутри себя Просто покайфовать Просто себя порадовать Ты этого не умеешь Тебе придется этому учиться Это путь Успел? Да Точно? Да Четвертое Научиться то, чего ты тоже не умеешь Это отдыхать И отпускать контроль Чего ты вздыхаешь? Ну, про отпускать контроль Прям под ребро дал Могу Не только под ребро Научиться отдыхать И отпускать контроль Объясняя себе Что ты от этого не потеряешь уважение А ты наберешься сил Пятое Вспеваешь? Да Задаться вопросом Задаться вопросом Пишем До 60 лет Мне осталось 27 лет Разделить пополам Потому что половина я буду спать Это 13 половины Разделить еще пополам Потому что остальную половину я буду доказывать маме и папе Что меня можно уважать Это еще 6 У меня осталось 6 полных лет Собственной жизни На то, чтобы пожить Никому ничего не доказывая Хочу ли я этого Или я хочу пожить 33 еще года В удовольствие И насладиться этой планетой И задаться вопросом Хочу ли я прожить жизнь Доказывая окружающим Что меня можно уважать Хочу ли я прожить оставшуюся жизнь Продолжая доказывать окружающим Что меня можно уважать Или я хочу И имею право пожить Свободно Без маминого и папиного взгляда Или я хочу пожить свободно Без маминого и папиного взгляда Прочитаю, что успел записать Да, все записал, Ёж Можешь прочитать Полностью от начала до конца Ну вот с первого Что успел Да Первое объяснить Себе разницу Между персенсионизмом И объективностью Объективизмом Объективизмом Объяснить себе Планку Которая никогда и не существовала Работать над способностью Любить себя И принимать себя любого Я имею право быть А не И заслуживать А не заслуживать Молодец Третье Научиться делать себе подарки Как минимум один раз в неделю С чувством любви и благодарности Кому? Себе А не Самому себе С чувством любви и благодарности К себе А не А не доказывать Этим подарком Уважение Супер Дальше Научиться отдыхать И отпускать контроль Вот это сильное было Прямо меня Объясняй себе Что ты от этого Не потеряешь уважение А наберешься сил Пятое Задаться вопросом До 60 лет Мне осталось 27 Половину просплю 13 Половину буду родителям доказывать 6,5 Постоянно Молодец И последнее Сейчас вылетело Перфекционист Это человек Который никогда не будет счастлив И здоров Он всегда будет бояться Перфекционист Это человек Который никогда не будет счастлив И здоров Он всегда будет бояться То Как он облажается В скобочках Обсессии Перфекционист Никогда не будет счастлив От полученных Достижений Даже если они Объективно выдающиеся Или достаточно хорошие Перфекционист Никогда не будет счастлив Даже достигнув Высоких достижений Потому что он всегда Будет их обесценивать Считая, что можно лучше Этим он и обречен Записал Что ты думаешь об этом? А, стоп Дальше идем А объективист А объективист Старается сделать все Что от него зависит Объективист Старается сделать все Что от него зависит Принимая то Что он должен научиться радоваться тому Что он имеет А не стремиться В какую-то бесконечность Что ты сегодня для себя Услышал и понял? Ты понял, что в принципе Твоя терапия Она хоть и была Методологически правильной Но она затрагивала Маленькую долю Одной части Локальных страхов Да Никто никогда не затрагивал Тему Любви к себе Подарков Отдыха Контроля Доказательства Обесценивания Этого маленького мальчика Его поведение Его Нездорового стремления К тому Чего не существует Фактически Этот мальчик Живет с посылом Я говно Которое не должно существовать И я должен Доказывать ежедневно Как рабыне Изауру Что я имею право жить Да Вот ты и доказываешь Хотя на самом деле Что ты думаешь об этом На самом деле На самом деле Не нужно это все У меня к тебе вопрос У меня к тебе вопрос Представь себе Ситуацию Что Вчера Твои родители Случайно погибли В авиакатастрофе Как тебе от этого Грустно Но как бы не очень А как бы не очень Объяснишь? Доказывать как бы Уже некому будет Понимаешь? Ты понимаешь Что ты сейчас Только что сказал? Сколько ты будешь болеть? Пока родители живы Это твой выбор? Нет А какой твой выбор? Перестать болеть сейчас И работать на этом Чтобы радоваться И жизни И родителям И не без смотреть на родителей У меня вот это Предвзятость есть К родителям Знаешь Я как-то Разговариваю с ними Не могу я радоваться Даже знаешь Мама там что-то спрашивает Она радуется А я на нее просто Смотрю И посмотрю на часы Вот Так надо что-то сейчас Придумать Чтобы уже с ней не общаться Напрягает У тебя два варианта Либо ты займешься Капитально Своей жизнью Своей терапией А не симптоматикой Вот этой вот Фантастической О том Какой ты будешь плохой И успеешь пожить Потому что вдруг Они долгожители Остались Окажутся И успеешь пожить Нормальной жизнью Либо тебя отпустят Более-менее Когда их не станет Но тут понимаешь Такая история Что никто не знает Сколько им жить И Не факт Что тебя отпустят Когда их не станет Потому что Ты можешь придумать Самому себе Еще какую-нибудь историю Под названием Родители смотрят на меня с неба А дай-ка я докажу Да И если Ты не хочешь Такой заебы Чтоб твоя жизнь Превратилась В этот постоянный ад Бесконечного Какого-то Самоистязания Тебе вдруг Придется Очень крепко Пересмотреть Всю эту историю А именно На поведенческом Уровне То есть Основная твоя терапия Это философия О том О чем мы сегодня С тобой говорили И это новая форма поведения Подарки Отдых Любовь к себе Не делать многих вещей Тех Которые ты делал раньше То есть Ты должен будешь соткан Из нового поведения Конечно Это же Вопрос решается Длительным личным коучингом То есть Выписывается сначала Схема Как ты обычно себя ведешь Понимаешь Да Да А потом Выписывается схема Как ты должен Себя вести По другому То есть Тебе придется Фактически Но если хочешь Перебинтовывать Все Примерно Видишь Как это работает Да Да Но я знаю Где у меня Вот эти Есть Увидел Увидел этот путь Смутно Но увидел Молодец Хоть смутно Увидел Ну я просто понимаю Что это будет сложно У меня вот Когда вот знаешь Есть отпуск Я там в отпуске На неделю Вот на этой неделе У меня отпуск Вместо того Чтобы отдыхать И расслабиться Я сижу себе Мозги Запомни одну вещь Тебе это будет Не сложно Это будет Всем И это будет Стиль твоей жизни Это не терапия Где нужно Недельку поднапрячься Ты должен Поменять Стиль Жизни Это не терапия Это личностное расстройство Это стиль жизни Это образ мыслей Это если хочешь Все твое В твоем случае Нету какой-то Локальной проблемы Как у многих Моих пациентов Которые надо Там резекцию Сделать Какого-то убеждения Ты в целом Себя ненавидишь Ты в целом Не хочешь жить Ты в целом Хочешь доказывать Ты в целом Считаешь себя говном И в целом Считаешь что Недостоин уважения И в целом Живешь по привычным По привычным маршрутам По привычным схемам Это не просто Какая-то терапия Это переосмысление Всего Своего поведения Причинно-следственных связей Выборов И смыслов Понятно Я надеюсь Я тебе очень хочу попросить Тебе будут приходить копии У вас копии будут доступны Месяц Тебе надо Эту копию Как Я не хочу сейчас себя хвалить Но поскольку Ты Огромное количество Времени Даже с Высококвалифицированными Специалистами А в Америке Чтобы получить доступ К Терапии Именно Вот этого класса С ОСИД Это должна быть Высшая категория Этот человек Должен сначала Быть психиатром Потом он должен Получить лицензию Это очень-очень Гиморно И Сохрани это видео Себе На всю жизнь И Пересматривай его Регулярно Потому что Это как книга тебе Которая Рассказывает тебе Про самого себя Переслушивая Это занятие Ты будешь Постоянно Настраивать Тот компас Которого ты Естественно Будешь сбиваться Потому что У тебя Весь головной мозг Будет работать По-старому То есть Ты сейчас Меня послушаешь И уже завтра Ты проснешься И у тебя будет По-старому Все работать Тебе придется Повторять Это видео Если хочешь Но чуть ли не каждый день Чтобы настраивать Вот эти настройки И я тебе рекомендую Найти хорошего Коуча Которому ты Это видео покажешь Если он на русском Понимает Потому что Или терапевт Потому что Тебе нужно Прям Чтобы тобой Занимались И философией И поведением И в какой-то момент Ты в какой-то момент Сам поймешь Что ты перестал Понимаешь Вот если рассматривать Метафизически Твою терапию Ты можешь Вылечить себя сам Буквально в одну секунду Понимаешь Расскажу Вот прям Вот так Да Вот как только У тебя в голове щелкнет Я больше не хочу Доказывать Что меня Можно уважать Меня можно уважать Я сам себя уважаю И пошли вы все В жопу Вот хочу Отдыхаю Хочу Я не отдыхаю Я вообще молодец Я дохуя работал Я много чего сделал Все У меня есть здоровье У меня есть отдых Нет не смогу Петрович Я отдыхаю Мне нужно поспать Больше здорового Эгоизма тебе нужно Вот когда Ты станешь Здоровым эгоистом Когда ты научишься Наху людей посылать Когда ты Ну когда они начинают На тебе ездить Когда ты научишься Снимать контроль И говорить Как в рекламе Пусть весь мир подождет Внутри Когда ты вдруг К этому придешь На берегу Какого-нибудь Атлантического океана Ты в каком штате? В Чикаго И Линольс Понятно Ну там по-моему Нет океана Да там у тебя? Озеро большое есть Я могу себе представить Ну вот на берегу озера Ты будешь сидеть Да И ты просто Внутри себя Если придешь К этому Со словами Не хочу больше Хочу Любить и уважать себя И пойдешь Купишь себе Какого-нибудь подарка Какие-нибудь Крутые кроссовки Или крутую футболку И будешь говорить Я молодец вообще Вообще Влад Ты молодец Спасибо Леш Ну ты мне прям Башку снесло 40 минут с тобой Пообщался И узнал больше о себе Если ты со мной Неделю пожил Ты вообще бы С кармашками Поменялся Но я не могу Это у тебя устроить Я очень рад Что ты оказался На моем пути Сегодня В первом кейсе Потому что Кейс уникален А разобрать Такое ОКР Не всегда Представляется Возможным В формате Кейсов Потому что Попасть Это очень Очень хорошо И У меня к тебе вопрос А мы можем Когда-нибудь Этот кейс Выложить на канал Да конечно Леш Спасибо Ты не представляешь Какому количеству Людей С навязчивыми Мыслями Этот кейс Укажет Дорогу Потому что Пока что На планете Не так много Специалистов Которые Понимают ОКР Гораздо Более глубже Чем просто Работа с Ритуалами И обсессиями Я сейчас Не себя хвалю Я хвалю Просто сам Факт эмоционального Интеллекта Ну что Примерно понял Как Откуда Какая левая Правая И что предстоит Примерно Путь Увидел В тумане Хотя бы Ну да Я понял Откуда ноги растут Дело не в ногах Дело не в ногах А дело в том Что я должен делать Хер с ними С ногами Откуда ноги растут Понятно У меня не интересно Откуда ноги растут Мне интересно Чтобы ты понял Что ты должен Захотеть Принудительно Научиться Себя любить И принудительно Научиться Посылать Нахер Некоторые вещи Во имя Своего здоровья То есть У тебя должна быть Перевернута Парадигма Под названием Сначала Мое здоровье А потом Все остальное А сейчас У тебя все Через жопу Сначала Все остальное А потом Если я выживу Может быть Будет здоровье Так и есть Я желаю тебе Успехов И желаю тебе Не сбиться С этого пути Обязательно Пересматривай Видео Если мы его Выложим на YouTube И еще больше Пересматривай Ты увидишь Огромное количество Комментариев Поэтому Как ты спас Не побоюсь этого Слова жизни Огромного количества Людей И если видео Останется в YouTube Это будет тебе Всю жизнь Тебе будут Люди благодарны Я надеюсь Это поможет Не только мне Это поможет Не только тебе Можешь даже Не сомневаться Уже Здесь 100 человек Ты сейчас увидишь Фидбэк И ты увидишь сейчас Сейчас Когда я разрешение дам Люди писать начнут Ты сейчас увидишь Спасибо тебе большое Оставайся на кейсах Слушай другие Обязательно кейсы Никуда не уходи Да Не только сейчас Но и в целом Да Потому что Другие кейсы Они тоже будут Про это И про любовь И про подарок И про контроль И ты сможешь Начертать те технологии Которые тебе будут нужны Окей Обязательно Спасибо Леша Спасибо большое А у меня у тебя Последний личный вопрос А сколько стоила Сессия у этого специалиста Без страховки Полная стоимость Фулл чек 250 долларов в час Понятно Это без страховки Ну у меня есть Как бы страховка Но они там Такие вещи не очень Они покрывают Только там знаешь Если ты уже в больницу пошел Там слег Прямо сказал Я там себя убиваю Закрывайте меня на неделю Понятно Вот это дело Они покроют А специалисты Узкого профиля Страховки не принимают А сколько там Этот метод стоит По занятиям Тебе продавали блок Или по разову Нет Как бы Блоков там не было Но я отходил туда Ну прилично отходил Год отходил Раз в неделю В общей сложности Сначала я там 4-5 месяцев был Потом еще 3 месяца Ты потратил примерно 5 тысяч долларов Да Я даже не считал Сколько я потратил Потому что это было Неважно Знаешь Мне вот было Главное Смотри какой-то интересный Пацан Ты можешь позволить Себе потратить Такое бабло Но при этом Ты себя не любишь Да Но наушники За 100 долларов Жалко Ты знаешь То что ты можешь Позволить себе Потратить столько денег На свою терапию Это все-таки Дает мне Дает мне право Думать Что ты все-таки Где-то в глубине души Себя любишь И понимаешь О чем я тебе сказал Да И я хочу Чтобы этот мальчик Научился себя Любить еще больше Успехов Буду делать все Что могу Спасибо, Леш Большое спасибо Пожалуйста Не за что Счастливо Будь здоров